Такой маленький ресторанчик... Нет, не маленький ресторанчик. Внутри находится оливка, фаршированная фарш. Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Сейчас мы едем по городку Монтефьесконы. В 15 километрах от него находится еще один городок, который расположился у озера Больсена. И называется этот городок Больсена. Для тех, кто случайно попал на мой канал или не видел предыдущее видео, скажу, что мы на три дня остановились в городке Монтефьесконы, чтобы провести несколько дней у озера Больсена, которая считается одним из самых красивых в Италии. Мы находимся в полутора часах езды от Рима. Некоторые из вас мне писали в инстаграм, что если бы стоял выбор между отдыхом на озере и на море, они бы выбрали море. Летом, как правило, все стремятся на море. А я летом не люблю туда ездить только из-за того, что там большое скопление народу. И всегда ищу местечко, где по-настоящему можно отдохнуть. И мы решили приехать на озеро Больсена и еще раз прогуляться по любимым средневековым городкам, которые находятся у подножья озера. А на море, ребята, я люблю ездить весной и осенью. В это время там тихо и спокойно, как сейчас на озере. Такой маленький ресторан... Нет, не маленький ресторанчик. Я думала, только состоит из одного столика, а оказывается, нет. И там еще целый зал внутри. В прошлом видео я показала вам городок Чивита-Дибаньо-Реджу. Сейчас прогуляемся по городку Больсена. А в следующем видео покажу вам городок Монте-Фьесконы и озеро Больсена. Городок Больсена совсем небольшой, но популярный. Он считается самым большим и основным курортным городом этого озера. Сам городок разделился на две части. Современная часть, которая расположилась у озера. Там порт, множество гостиниц, баров, ресторанов. И это средневековая часть городка. После отдыха на озере вечером можно прогуляться по узким тенистым улочкам средневекового городка Больсена и окунуться в незабываемую атмосферу. Ну что, ребята, я приглашаю вас на прогулку по еще одному средневековому городку. Несмотря на то, что здесь нет больших и знаменитых достопримечательностей, как в больших городах, здесь невозможно заскучать. А все потому, что ваше внимание всегда будет приковано к мелочам, из которых состоит атмосфера этого городка. Субтитры создавал Донбасс. Играет музыка. Донбасс. Продолжение следует... 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 Как раз по этим указателям я и зашла в городок с другой стороны. Еще несколько минут прогуляемся у озера Больсена и на ужин. Гортензии на берегу озера, такая красота. Просто невозможно пройти мимо них. Конец июня и июль это время цветения гортензии и в это время Больсена вся в цветах. Видите где находится средневековая Больсена? А на этом наша небольшая прогулка по городку Больсена заканчивается. Мы возвращаемся в городок Монте-Фьесконы на ужин. А вам, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр этого видео, за лайк и до новых видео, друзья! Это самые вкуснейшие супли. Оливы Асколаны. Внутри находится оливка, фаршированная фаршем. Оливы Асколаны. Олзашев. Продолжение следует...